здравствуйте уважаемые слушатели вебинара и слушатель который находится у нас аудиторно мы находимся с вами на семинаре по программе word цель данного семинара рассмотреть использование полей программе word но не те поля которые называются марджинс до поля на английском языке то есть есть у нас понятия поля которые принадлежат глобальные характеристики самого документа левое правое поле верхнее нижнее поле нет речь не об этом речь о тех полях которые называются поля слияния формы и свойства feels правильное английское название покажу чуть позже и я буду рада дать вам комплексное представление о том что такое поля в программе word это всего лишь часть курса часть курса по программе word расширенный часть 2 материалы вам требуется скачать по ссылке по системе вебинара или вот ссылочку я ее давать лишний раз продублирую чат это на на яндекс диск можно скачать безопасно папка у нас для работы должна быть семинар word в принципе ничего особенного в этой папке не находится это всего лишь папочка с набором материала активная папка по работе семинар word вот следующая папочка мне располагаются очень простенький документ по работе плюс сама презентация которую я вам демонстрирую на экране кто я такая я рада представиться что меня зовут и нам романова и на витальевна если угодно хотя обращение в целом по имени у нас приветствуется в центре я сама привыкла откликаться на и на но если хочется и на витальевна мой email также к вашим услугам и романова или ай ай романова собачка специалист . ру пожалуйста вы можете писать обращаться уточнять какие-то вопросы буду рада на них ответить специалист я по программе word excel и powerpoint но в основном в нашем центре позиционируюсь как мастер по презентации автора курса дизайн презентации активно веду powerpoint программу но и опять таки повторю свое предложение что рада буду оказать вам услуги в этом направлении пожалуйста задавайте вопросы но не сегодня в письме пожалуйста содержание вебинара у нас следующее мы должны посмотреть с вами получить комплексное представление о том что такое поля это будет небольшая теоретическая информация минут на пять на десять затем мы с вами немедленно приступаем практике и согласно заявленной форме мы сначала рассматриваем поля форм затем поля слияния затем поля свойств последнюю очередь вся работа у нас с вами будет длиться порядка полутора часа ну что ж я хочу продемонстрировать вам небольшой элемент по теории мы начинаем с вами работу с полями поля fields чтобы отличать на русском языке отличие от глобальных характеристик не представлено на английском языке хорошо представлена джинс и fields работу мы с вами будем проводить на версии программы 2016 а также 2013 год нас вполне устраивает но даже если у вас версия программы 2007 года это вполне будет достаточно для работы с полями здравствуйте дарья скачивайте материалы наборы скоро перейдем к практике так материалы у нас присоединены к вебинару или по ссылочке качайте пожалуйста дарья ну что ж поля свойств в документе есть свойства вы знаете такие свойства документа как автор например или тема свойства свойства о них идет речь и узнаете свойства документ кроме того свойства документа видны в пункте сведения когда вы запускаете программу ворк открываете программа показывает свойства текущего документа есть есть такой это поля свойств кроме таких свойств которые назначаются пользователем самостоятельно например я автор я могу присвоить авторство могу я могу напечатать тему презентации могу напечатать название моей компании указать моего руководителя и я могу все это сделать помимо всего прочего работая с программой word да то есть не обязательно работать с файлом напрямую можно сделать это через вот но есть еще свойства документ на которой я влиять не могу они называются статистические например общее количество слов это статистика в документе или общее количество страниц это тоже статистика такие мы с вами называем тоже свои такие качества документа но они просто носят такой зависимый характер мы на них влиять не можем это все поля свойств мы их с вами увидим это будет последний пункт нашей работе так поля слияния может быть уже не такое знакомое понятие хотя в программе word под это дело у нас есть целая вкладка под названием рассылки речь идет об объединении двух документов друг с другом тоже поля но при этом уже слияние я специально использую разные цвета чтобы именно дать представление о том что они совершенно разные ну и наконец-таки есть поля форм которые ставят нас на одну доску с программистами то есть не имея навыков программирования не владеет тем что такое называть visual basic applications макросы и так далее мы можем с вами проектировать небольшие симпатичные простенькие правда но симпатичные анкеты я могу даже показать парочку вариантов своих работ где это используется ну идем дальше коротко о том что я сейчас она описала у вас будет видеоролики я боюсь что сейчас в аудитории это практически не видно поля свойств используется в автозаполнении поля свойств мы будем с вами использовать на работе с колон титулами титульный лист вообще в программе word создается очень коряво и хотя у нас есть упражнение о создании собственного титульного листа но он к сожалению всегда получается кривой зависит от настроек документов которым вы вставляете тот или иной лист как-то рассчитать красиво невозможно а вот колон титулы мы с вами будем делать колон титулы не мертвые а живые колон титулы и эти колон титулы вы можете унести с собой то есть использовать в работе дальнейшем они будут невероятно крутые сделаны и с помощью текста а с помощью полей поля свойств на примере колон титулов это у вас поля слияния мы с вами будем делать на примере а двух документов который будет у нас один база давайте поближе делаю а вот поля слияния на этом этапе я спрошу вас когда-нибудь спами ли прислали спам на почту от какой-нибудь компании хорошее выражение кстати больше всего меня смущает что эти люди знают как меня зовут то есть откуда они берут мой имя фамилию такое ощущение что тебя продали все таки что кто-то вот твою личную информацию распространяет очень неприятно я к тому что к вам наверняка обращаются не не как уникальному человеку то есть некая база людей которые у злоумышленника находится в доступе эта база представлена в виде sql скажем базы чего-то сложного или это может быть очень простое решение даже вордовская таблица может быть базой только если мне нет ничего лишнего таблица список знакомое понятие то есть наиболее простой вид таблицы шапочки заголовки наверху вниз идет список без объединенных ячеек без лишнего текста идеальная таблица список можно ее также видеть в аксессе в excel и и плюс однотипный документ в котором написано здравствуйте , тишина то есть не написано кто здравствуйте именно с помощью базы и однотипного документа мы с вами будем осуществлять процесс слияния чтобы создать несколько писем несколько сот писем несколько тысяч писем различным людям единственный момент по работе мы будем с вами все это превращать в документы мы не будем с вами спамить людей и отправлять им по почте для этого требуется как минимум настроенная учетная записи текущим компьютером программе outlook да у нас такой настройки не будет но попробовать весь этот процесс переложить на интернет письма и все получится даем гарантию это поля слияния база некая база плюс однотипный документ и последнее чем мы с вами будем работать это поля форм нет не последний в первую очередь у меня такое настроение поля форм так а у меня уже кто-то просит ага стас стас пожалуйста ваш вопрос напишите пожалуйста стас вопрос непосредственно в чатовую форму если он есть поскольку я поднял поднятую руку вижу но не не вижу в чем дело стас если есть вопрос пожалуйста в чат чат я с удовольствием отвечу и поля форм которые предназначены для использования анкет главным образом я собираюсь использовать очень простенькую анкету о том что мы принимаем кого-то на работу сотрудника например и при использовании специальных методик мы можем с вами блокировать остальные части документов чтобы человек не мог нигде ничего печатать а мог только выбирать печатать в отведенных местах и вставлять фотографию например ставить галочки остальная часть анкеты будет у нас защищена пожалуйста этого мы с вами и начнем это будет у нас поля форм для работы с полями форм мы подготовимся скриншотики наверное показывать уже не буду проговорил проговорил все впереди три вида для работы с полями форму нам потребуется специальная вкладка по работе эта вкладка может быть открытый называется она разработчик по умолчанию она отключена включить эту вкладку мы можем с вами с помощью настройки программы это первое чем мы с вами займемся причем я продемонстрирую в любом случае где находится данная вкладка как она включается не важно включена она отключена вот и будем с вами соблюдать очень простой алгоритм действий посмотрите пожалуйста всего три действия 1 2 3 Задача первая – вставить элемент. Задача вторая – настроить элемент. И это целый цикл операций, которые нам придется сделать много-много раз. В самом конце мы проведем с вами защиту файлов. Зацикленное действие будет, которое вы запомните, я уверена, всего два пункта – вставить элемент и настроить, вставить элемент и настроить. А затем у нас будет защита файлов. Папка Seminar Word, открываем ее с вами, папка Seminar Word. И в папке «Материалы вебинара» у вас будет файл под названием «Форма». Прошу открыть этот файл. Я, конечно, не хочу сегодня все секреты раскрыть нашего будущего обучения. Что-то я приберегу, но мне кажется, даже то, что будет вам, вам понравится. Итак, что-то я здесь задумала. Я задумала, что здесь человек будет у меня печатать, здесь будет выбирать текущую дату. Здесь он будет выбирать должность или печатать свою. Отдел. Перепечатайте, пожалуйста, слово «отдел» на слово «филиал». Просто замените слово, пожалуйста. Просто отдел как-то плохо звучит. «Филиал» лучше подходит под ту интригу, которую я собираюсь разводить здесь. Так. Ага. Ну, в общем, такая вот у нас простенькая анкета. И давайте мы с вами рассмотрим вкладку «Разработчик». Есть ли она для начала. Вкладка, если она есть, располагается у нас справа на ленте. Звучит как «Разработчик» и включает в себя следующие команды. Я их сейчас подчеркну, обведу вкладка «Разработчик». Это и группа код по работе с макросами, и надстройки, и даже элементы управления. И непосредственно с этой частью будет проходить наша работа. Если вкладка «Разработчик» отсутствует, мы с вами заходим в меню «Файл». В меню «Файл» открывается представление «Backstage». Мы с вами щелкаем на кнопку «Параметры». Так. Открывается кнопка «Параметры». В кнопке «Параметры» мы можем настраивать, допустим, и о пользователя, но вот что-то еще здесь там есть интерфейс. А слева у вас будет раздел под названием «Настроить ленту». Именно здесь включается и отключается, по умолчанию находится в отключенном состоянии, вкладка «Разработчик». Вкладка должна быть включена, то есть мы должны поставить на нее флажок. Так. В 2007 офисе, в 2010-м такое чуть по-другому или аналогично? Аналогично идет настройка в 2010-м точно, в 2007-м, вот, честное слово уже не помню. Это было, когда мы ввели седьмой офис, это было порядка, наверное, пяти лет тому назад, когда проходило это обучение. Сейчас я имею очень мало практики в этом направлении. По сути, меню файл отсутствует, давайте начнем с этого, в седьмом офисе. Вместо меню файл, круглая кнопка «Офис», «Офис баттон». И там есть, да, параметры, но включение-отключение отдельных вкладок, ну, просто сказать, не помню. Десятка, да, даю гарантию, то же самое, абсолютно то же самое. Окей. Итак, вкладка «Разработчик» есть у нас. Элементы управления смотрят на вас? Это важно. То есть мы будем работать именно с данной группой команд, нужно ни влево, ни вправо не смотреть. Я показываю цикл действий, который у нас будет выполнен. Вы будете в будущем выбирать определенный элемент коротким щелчком мыши, вставив данный элемент, вы затем вторым действием будете нажимать на кнопку «Свойства». То есть пока не надо, вот просто динамика действий у нас следующая. Действие первое – команда вставить элемент, причем какой элемент мы будем с вами обсуждать, действие второе – кнопка «Свойства». Я объясню, зачем и почему эту кнопочку нажимать. Режим конструктора нажимать не надо, нет необходимости. То есть всего два действия – слева и справа, слева и справа. Я понимаю также, что будет очень хотеться сразу немедленно проверить результат своего труда и, так сказать, побаловаться, но действовать, опять-таки, не нужно. Вы тем самым испортите анкету. Пока мы с вами не закончим и не защитим документ, я рекомендую вам не проверять то действие, что вы сделали. То есть вставил текстовое поле, сразу же желание там попечатать. Не надо, не надо. Мы еще и особым образом сохраним этот документ. Итак, установите, пожалуйста, курсор в пустую клеточку рядом с полем «Кандидат». Здесь я планирую текстовое поле и я прошу вас нажать на кнопочку, которая выглядит следующим образом. Так выглядит текстовое поле под названием «Форматированный текст». Нажали. Один раз. Достаточно. То, что вы сделали, выглядит рядом с кандидатом следующим образом. И я прошу вас нажать далее на кнопочку «Свойства», чтобы настроить это место. Нажимаем. Должно появиться окно настройки, где мы можем с вами ввести кое-какие, здесь вот что-то, галочки кое-какие поставить. Значит, курсор у нас не находится в текстовом поле. То есть действие первое не сделано. Сначала мы должны нажать сюда, значит, действие второе не доступен. Теперь будет кнопочка «Свойства». Пристреляемся много раз, так будет происходить. Итак, название. Название. Давайте посмотрим, что здесь есть. Это необязательная часть заполнения. Но напишите, пожалуйста, «Ф» и «О». Вот три буквы напишем с вами в поле названия, чтобы хотя бы понимать, с чем это связано будет в дальнейшем. То есть где эти «Ф» и «О» вылезут в настройки нашего элемента. Цвет также не является обязательным элементом по настройке. Нажмите, пожалуйста, на ведерко заливки, выберите любой цвет. И опять-таки давайте себе скажем, что это место не является обязательным по настройке. Тег я оставляю пустым. Тег – это интересный момент, но это та информация, которая у нас раскрывается в более сложном. Да, в более сложном виде работы мы еще можем устанавливать некую зависимость объектов друг от друга. Есть очень важные галочки, которые мы должны ставить всегда. Эта галка располагается в разделе «Блокировки». Вот тут внизу раздел такой, блокировка, видно? Там два есть пункта. Элемент управления содержимым нельзя удалить и содержимое нельзя редактировать. Но последнюю мы активировать не будем. А вот то, что элемент нельзя удалить случайным образом, вот эту галочку я очень советую вам поставить. Дело в том, что человек во время заполнения анкеты гипотетически будет очень сильно нервничать. И так как он нервничает, да, лучше поставить галочку, чтобы он нечаянно не стер в самом поле, в котором собирается печатать. Ну, это забота, да, это забота. Для текстовых полей еще характерно поставить следующую галочку «Использовать стиль для форматирования текста». Вы можете выбрать, каким именно образом будет выглядеть напечатанный вами текст, хотя сразу вы этого не увидите, только при вводе текста, а это потом, то есть не забегайте вперед. Стиль вы можете создать или можете выбрать стиль. Ну, если вы нажмете на кнопку «Создать стиль», можно сделать что-то очевидное, а именно выбрать размер, например, 14 пунктов, выбрать позицию «Жирный», «Болды», выбрать цвет, например, «Красный». Ну, вот эти вот позиции, посмотрите. Можно даже шрифт задать, мне неохота копаться, я оставлю. Окей, окей, подтверждайте, пожалуйста, ваши действия. Кое-что будет видно сразу. Если вы нажали «Окей», «Окей», то есть зеленый цвет, который вы знавали всего лишь в цвете ярлычка, а также в контуре у вашего объекта угадывается, название, как ярлычок FEO выглядит. То есть вы для всех объектов, по идее, можете задавать название, а можете этого не делать, поскольку вы уже видите, в чем конкретно это выражается. Задавать название, да и тег, важно при более сложной работе с полями, когда устанавливается взаимозависимость на полях. Но эти вопросы мы обсуждать не будем. Давайте мы с вами вставим дату. Установите, пожалуйста, курсор рядом с датой. И есть еще один элемент, который располагается у вас среди элементов управления. Этот элемент очень сильно напоминает маленький такой календаричек. Есть такой? Маленький календарик. Нажимаем с вами на календарь и тут же нажимаем с вами на кнопку «Свойства». Сначала нажать на календарь и прямо рядышком, да, стоящая кнопка «Свойства». Название вводить не обязательно, использовать ведерко для заливки, вы понимаете, тоже не обязательно. Да здесь ничего не обязательно, но есть одна супер обязательная галочка. Вы вспоминаете, да, что человек нервничает. В разделе «Блокировка» вы ставите галочку, что элемент нельзя удалить. И формат отображения даты вы тоже выбираете. То есть как вы хотите, чтобы выглядела будущая ваша надпись. Я, например, предпочитаю, чтобы был еще указан день недели. Суббота, 12 марта. То есть вы выбираете будущий формат. Если вы умеете прописывать форматы самостоятельно, для этого надо быть, ну как, курс Excel уровень 3 подразумевает, что вы этому учитесь. Или самообразование было. Можно напечатать свой собственный формат даты, помимо всего прочего, да, можно. И так, окей, пожалуйста. То есть здесь специфика только выбор отображения даты. Совсем несложно. Так. Устанавливаем с вами курсор в следующее поле. Поле должность. Здесь будет список, но в программе у нас два вида списка. Взгляните на них. Есть понятие поле со списком, а есть понятие раскрывающийся список. Они располагаются очень плотно, тесно, рядом друг с другом. Поле со списком предполагает, что туда можно печатать свои варианты. Наверное, уже догадались. Я прошу выбрать именно этот вариант. Поле со списком, у которого есть небольшая шапочка сверху. Нажали. И тут же кнопка свойства, ничего нового. Рутина. Уже пошла рутина. В кнопке свойства ставите традиционную галочку, что этот элемент нельзя удалить в разделе блокировка. Затем работа будет происходить с нижним частям окна. Вот здесь мы с вами будем работать. Галочку поставили. Ага, приготовились. Нейтральная фраза «Выберите элемент» как правило удаляется. Выделяем ее, нажимаем на кнопку «Удалить». Не клавиша «Делит», к сожалению, работать не будет. Я бы сама нажала. Но здесь дело работаем вот прямо здесь, в интерфейсе окна. Затем вы нажимаете на кнопку «Добавить». И я прошу вас ввести, ну скажем, менеджер. Шахтер. Там, что там, директор, преподаватель. Напечатайте, пожалуйста, несколько позиций. Ну, три, одну, две, сколько-нибудь напечатайте. Так, что там у меня есть. Директор, да, я сговорила. Директор. В любом случае предполагается, что человек сможет добавлять свои варианты. Поле со списком само по себе является не статичным, а пополняемым. Поэтому количество позиций здесь можно набить просто для примера. Используя кнопку «Добавить», «Изменить», «Удалить», меняя приоритет вверх-вниз. Ну, в целом, здесь все управляющие элементы, очевидно. Окей, завершаем с вами процедуру. Поле со списком. И переходим с вами ниже филиал. Если вы не правили анкету, у вас вместо филиал написано «Отдел». Да. Мы же перепечатали, да? Здесь у нас будет раскрывающийся список. Выбираем с вами элемент, который у нас рядом располагается с полем со списка. И сразу нажимаем на кнопку «Свойства». Выбрали, нажали на кнопку «Свойства». Ставим традиционную галочку, что его нельзя удалить. И будем работать в нижней части окна. Надо сказать, что работа предусматривает та же самая. Та же самая. Удалите элемент ненужный. И добавьте, пожалуйста, парочку городов. Москва? Тюмень? Тверь? Можно, можно, разумеется. Это ваша анкета. Я тверь добавлю, она короче. Вы добавляете позиции, но при этом вы имеете в виду, что эти позиции потом человек не может перебивать. То есть он может выбрать что-то из этих трех городов, печатать свое не может. Окей? Далее. Далее у нас с вами будет работа с полями в виде фото, картинка. Это самое простое по настройке поле. Хотя я буду просить вас применить, пожалуй, может быть, даже небольшой отступ сделать. Клавиши «Enter». Добавьте, пожалуйста, немножко пустоты, чтобы он в потолок не упирался. И, во всяком случае, даже лучше будет его выровнять по правому краю, чтобы он не сливался головой с другими объектами. Итак, фотография. Это поле, которое у вас выглядит следующим образом. Вы нажимаете на кнопку вставки поля с рисунком. Пиктер, рисунок. Так. Что теперь вы можете сделать? Направьте курсор на угол данного объекта, зацепите маркер мышкой и уменьшайте рисунок, работая техникой «Хватай таскать». Также советую применить горячее сочетание клавиш на клавиатуре для выравнивания этого элемента по правому краю. Ctrl-R от слова «Right». Ctrl-R – «Right» – выравнивание по правому краю. Хотя можно было… Я просто люблю клавиатуру, друзья. Можно было просто нажать вот здесь. Вот традиционная кнопочка выравнивания по правому краю. В «Арде» это действует. Управляя данным элементом, наша задача – настроить размер будущего элемента и еще кое-что. И еще кое-что. Вернитесь, пожалуйста, на вкладку «Разработчик», если вы случайно перешли в другое место. На вкладке «Разработчик» вы нажимаете на кнопку «Свойства», чтобы проставить вот эту важную нашу галочку, что данный элемент нельзя удалить в результате случайной работы. Нельзя. Нельзя. Вот. Все. Окей. И здесь будет располагаться будущая фотография. Осталось нам с вами совсем немного по работе. Здесь очень простенькие поля будут впереди. Это флажки, в которых можно поставить галочку «принимать», «не принимать». Но это не будут переключатели. Переключатели тоже можно сделать в этой программе. Но… То есть, либо-либо, да? То есть, это было бы разумно, я понимаю. Но, к сожалению, это уже требует навыков программирования. Хотя бы чуть-чуть надо знать, что такое коды и как это сделать. А флажки будут… ну, флажки будут, но можно и туда, и туда поставить флажок. Так что они будут только так. Для галочки. Да, и выглядит будет как галочка. Вот наше с вами поле в виде флажка. Он так и называется. Флажок. Чекбокс. Нажмите на него, пожалуйста. Сразу заходим с вами в кнопочку «Свойства». Помимо всего прочего, мы ставим с вами галочку, что его нельзя удалить. Ну, и обратите внимание на индивидуальную настройку его свойств. Вот как будет выглядеть данный флажок. Фактически, это крестик. Вы можете изменить внешний вид данного значка, если нажмете на рядышком находящуюся кнопку «Команда изменить». Да, вы можете вместо него выбрать что-то другое. Ну, давайте так в следующий раз. То есть вы попадаете сюда, да, а здесь все, что угодно можно найти. Ну, действительно, шрифтовые наборы «Webdings», «Webdings», которые находятся в этом море просто различных корявых значков, предполагают, что вот такой выбор у вас имеется. То есть там все, что угодно. Но давайте не сегодня. Не сегодня. Просто нажмем на «Ок». Затем я прошу вас это настроенное поле скопировать в буфер обмена. Причем копировать легче всего, проще всего. Не данный флажочек, по которому иногда просто сложно попасть, а надо попасть вот сюда. На эти три точки получится, на сюда тыкнуть мышкой. Хоп. Ctrl-C на клавиатуре, английская клавиша C. Скопировали его в буфер обмена. И Ctrl-V вставили в другую ячейку. Ctrl-C скопировали в одной ячейке, Ctrl-V вставили в другую ячейку. Кроме того, можно выделить целый диапазон ячеек и вставить сразу Ctrl-V во все. Можно красиво настроить выравнивание. Но это уже мелочь. Пошли. Ctrl-C скопировать, Ctrl-V вставить. Так, так, так. Ну, вроде как все неплохо у нас получается. Меня всегда смущало, я не сразу нашла свое место в центре специалистка, хотя здесь работаю уже 8 лет. Но меня немножко помотало по Москве. Я была и менеджером по продажам, и менеджером по работе с клиентами. Это все не мое оказалось. Но заполняла я несколько анкет, и мне всегда вот это смущало. Сильные стороны, слабые стороны. То есть, что там печатать, это было невероятно. Мы с вами здесь пойдем вот каким путем. Я собираюсь в эти места, сюда и сюда, вставить достаточно старый элемент. Я могу его вам показать с удовольствием, поскольку он не относится к программированию. Мы можем его настроить так же, как и все остальные, только надо его аккуратно выбрать. Установите, пожалуйста, курсор вот здесь, в сильных сторонах. Так, затем, ваша задача на вкладке «Разработчик» открыть старый портфель. Вот он. Вот такой старый портфель. Давайте вообще не рассматривать элементы ActiveX. Это интересная информация, но требует навыков программировать. То есть, нам точно не сюда. Среди форм предыдущих версий мы с вами выбираем самый первый A, B элемент с такой коротенькой аббревиатуркой. Короткий щелчок по нему делаем. Получается легенькое такое затененное непонятное пространство. Выглядит оно не очень привлекательно, но здесь можно провести интересные настройки через кнопку «Свойства». Сразу же нажмите на кнопку «Свойства». Что я вам предлагаю здесь сделать? Максимальную длину настроить. Для того, чтобы человек не печатал здесь диссертацию, а иногда такое бывает, мы можем здесь поставить максимальное количество знаков, 100 символов. Макросами, разумеется, мы пользоваться не будем. Я привела вас сюда только ради максимальной длины. Подобная характеристика настраивается только у этого старого элемента. У новых текстовых полей такого нет. Можно также ввести текст по умолчанию, то есть написать первые буквы, если вам нужна какая-то твердая формулировка. Например, «Я считаю» или «Мое мнение» или «Люди мне…» В общем, что-то ввести, какой-то текст по умолчанию, вместо затенения у вас будет эта фраза в качестве начальной. Но, как правило, это только сбивает народ с толку, поэтому я здесь ничего печатать не буду. Окей, окей. Вы можете выделить это странное поле. Не двойным щелчком мыши, а то свойства сразу. Аккуратненько выделить мышкой, скопировать его в буфер обмена, также используя горячее сочетание клавиш Ctrl-C, Ctrl-V, либо команда «Копировать» «Вставить». Немножко подбираю я размер ячеек, чтобы у меня на один лист все приходилось. Высота строки немного регулируется. Можно даже регулировать на вкладке «Макет» высоту строки. По одному сантиметру, например, а высота строки более чем достаточна. У нас с вами заканчивается таким образом первая часть работы по полян форм. Итак, анкета еще не готова. Я напоминаю, что на этом этапе проверять, баловаться с анкетой нежелательно. Наша задача сейчас сохранить. Можно сохранить на всякий пожарный случай документ. Но есть еще одна часть в работе. Я могу, например, сказать точно, что ваша анкета будет работать без этой процедуры. Но это часть этики по работе с формами. Наша задача сделать так, чтобы человек заполнил анкету, но при этом ее части, такие как здесь у нас, например, располагается логотип организации. Здесь название организации. Иногда люди печатают свою фамилию, имя, отчество непосредственно здесь. Я не знаю, зачем они это делают. Мы должны пресечь все эти попытки. Это делается с помощью специального запрета. Пройдите, пожалуйста, на вкладку под названием «Разработчик». И там же. Хотя эта же самая команда располагается и на вкладке «Рецензирование» тоже. О какой команде идет речь? Ограничить редактирование. Это специальная область задачи, где мы будем ставить галочки и подтверждать защиту. Нажмите, пожалуйста, на эту кнопку. Вылезет такой целый столбец, в котором вы ставите галку на пункт 2 «Ограничить редактирование». Вот сюда. Пункт 1 прошу игнорировать. Он у нас направлен на работу с форматом. Итак, на пункте 2 «Ограничение на редактирование». И какой мы с вами разрешаем способ работы? Ввод данных в поляформ. Именно так должна звучать опция по защите документа. ввод данных в поляформ. Это еще не все. Если вы все сделали правильно, а именно пункт 2 «Активировали» и выбрали предложенный способ защиты, вы должны обязательно нажать на кнопку «Да, включить защиту». Рекомендуется какой-нибудь пароль, а можно и не делать. «Да, включить защиту». Можно пароль, можно без пароля. Окей. Ну и столбик можно закрыть. Если вы кнопку нажали, если все сделали правильно, столбик можно закрыть. Еще раз сохранимся с вами. У меня к вам есть последний совет. Последний совет, чтобы у вас эта форма интегрировала, генерировала, фу ты, генерировала новые документы, желательно сохранить ее как шаблон. Чтобы каждый новый участник заполнял на ее основе новый документ и сохранял его. Файл «Сохранить как» для этого достаточно просто сохраниться как шаблон. Выберите для сохранения папку, можно нашу папку по работе, материал вебинар. Тип файла разворачиваем, выбираем шаблон Word. Макросы не нужны. Шаблон Word. Боюсь, что когда вы выбрали сохранение в виде шаблона, вас должны были перенаправить, поэтому выбирайтесь оттуда, куда вас приглашают. На рабочий стол, ссылочка у вас будет находиться слева. Открывайте вашу папку «Семинар Word» и сохраняйтесь именно туда. Закрывайте, давайте посмотрим, что мы сделаем. Я давайте покажу, а потом посмотрю, будут ли вопросы, в том числе у слушателей вебинара. Если мы с вами сохранились в папочку «Материалы вебинара», ну вот непосредственно в «Семинар Word», туда, то у вас должна быть следующий вид у документа, следующий внешний вид, двойной щелчок по такому документу, по шаблону, и должно кое-что происходить. У вас должен открываться не шаблон, у вас должен создаваться новый файл на основе шаблона, он, собственно, и будет называться как «Документ 1». Если все сделано правильно, то открывается не он при двойном щелчке, а создается новый документ. И можете дальше проверить, место для ввода я пишу. Сейчас прям я покажу вид того, что должно получиться. Выбираю дату, она выглядит в таком формате, в котором я планировала. Должность я могу выбрать или напечатать свое. Преподаватель МОС. Давайте я напишу Microsoft Office специалист. Преподаватель. Преподаватель. Филиал я выберу Москва. Ставлю фотографию сюда, кликабельный элемент, и у меня все должно вставляться. Наверняка какое-нибудь изображение вы найдете у себя на компьютере. Так. Вы, может, найдете, а я что-то интересного здесь не вижу. Так, изображение. Изображение будет здесь. Похоже с фотографией. Да. 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 Давайте я... Может быть, мне что-нибудь дадут? О, похоже. О, нет, в стиле в таком пусть будет. Так, ага. И что примечательно, рисунок будет именно нужного размера. И это классно. Так. Принимать ли на работу? Конечно, принимать. Галочку давайте поставим. Ну и здесь, и здесь, конечно, все отлично у Романова и Инна Витальевна. Кто бы сомневался. Да, не грамма скромности. Сильные стороны, слабые стороны. Можно печатать, 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 печатать. Ограничение количества знаков, сто символов должно когда-нибудь сработать. Ага, сработало. Сто символов все-таки не так много оказывается. Так. Итак, первые поля, которые мы с вами освоили в программе, назывались поля форм. Поля форм, предназначенные для автоматизации ввода информации с ограниченными правами. И эти права мы с вами ограничиваем с помощью кнопки ограничить редактирование. Ввод данных в поля форм, тот самый специфический вид защиты. Действия происходили на вкладке разработчик, которую вы показали. Действие первое – вставить элемент. Действие второе – кнопка свойства по настройке. Мы в любом случае какие-то индивидуальные свойства настраивали, но везде ставили галочку, что элемент нельзя удалить. Это была такая рекомендация с моей стороны. Защита файла у нас ставилась в последнюю очередь. Но она, вот этот последний пункт, он не обязательный. Это просто рекомендация, чтобы человек ничего не напортачил в этой анкете, поскольку мы должны как-то унифицированную информацию собирать. Особенно это важно, если затем соединить поля, ну, скажем, с системой автоматического сбора информации в облаке с SharePoint. Но это будет, конечно, не сегодня у нас разговор. Так, давайте посмотрим другие поля. Следующий вид полей в программе Word – это поля слияния. Я здесь написала небольшой алгоритм, эта презентация у вас будет. Действие основано на том, что вы объединяете друг с другом два документа. Один документ является у вас базой. Эта база может быть сложная, а может быть самая простая примитивная база. Но у нее есть правила. Мы их с вами посмотрим. И это может быть некий однотипный документ, с которым вы собираетесь обращаться к людям. Отсылать этот документ можно по почте, но особенность у нас сейчас по работе такая, что у нас учетная запись не настроена. Но я обращу ваше внимание на те команды, которые связаны с интернет-работой. Алгоритм я цитировать не буду. Я предлагаю сейчас немедленно посмотреть на эти документы по очью. Базу мы с вами посмотрим и закроем. База будет находиться в закрытом состоянии. Напрямую работа будет происходить с документом однотипным, который будет представлять из себя письмо. Так, вот такая интрига. Открываем с вами папочку материалы вебинара. Пример базы 1. Полюбуемся, посмотрим, что это такое. Говоря о том, что базу можно создать в программе Word, я не шутила. Действительно можно. Но она должна быть простая. Таблица список предусматривает, что заголовки таблицы находятся наверху. Первый столбец несущественный. То есть первый столбец такой же, как и все остальные. Нет понятия столбец категории. Нет такого. Таблица список. Шапочка наверху. Все остальное продолжается вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. Это одна база. Давайте посмотрим вторую базу. Аксессовскую базу я не стала с собой приносить, хотя она была бы устроена двух примерно похожим образом. Просто Аксесс иногда начинает целую систему запускать на обновлении. Это эксселевская база, пожалуйста, как она выглядит. Разумеется, базой можно назвать также ваши контакты в Outlook. Вы согласны? Нет? Кто работал с Outlook? Почтовая программка, TheBat, Express, что-нибудь такое. Именно почтовую программу, если мы возьмем. Я не имею в виду ваши адреса на серверах Google, Яндекс, Мейл. Я имею в виду именно почтовую программу, в которой тоже устройство контактов ведется по принципу базы. Просто не так выглядит, но устройство анатомическое такое же. Так, закрывайте, закрывайте. Что одну базу, что вторую базу, пусть себе лежат. Мы с вами эти базы укажем. Во время работы это будет второй шаг в мастере специально. Мы с вами просто укажем эти базы. А открыть я прошу письмо. Так. Письмо от президента некой компании. Содержимое письма не очень интересно, не важно. Важно вот это место. Здравствуйте, запятая и тишина. Вот это интересно. Здравствуйте, запятая, фамилия, имя, отчество. Подразумевается восклицательный знак, наверное, еще раз. Вот что у нас с вами будет вместо Здравствуйте и тишина. Установите, пожалуйста, курсор после запятой, а вернее после пробела. Здесь у нас будет вставлено одно поле слияния. Потом надо будет добавить пробел чисто по смыслу, поскольку фамилия, имя, отчество должны быть с пробелом. Да. Ударим с вами на клавиатуре пробелы. Здесь будет у нас с вами далее имя, снова пробел, отчество и далее восклицательный знак. Вот что у нас планируется. Я предлагаю вам пройти на специальную вкладку в программе, которая вообще этим занимается. Вкладка называется «Рассылки». Все, не тороплюсь, не тороплюсь, все, мы здесь. Вкладка «Рассылки». Моя задача на этой вкладке дать самое, что не есть, основное представление по ситуации. Можно вообще пользоваться достаточно сложными, интересными правилами по работе с полями. Например, хотя бы использовать такое правило, как «Иф», «Если». Это уже объясняется непосредственно на нашем курсе. То есть, если столбик пола содержит «ЫЙ» или «М» мужской, то ему надо говорить «Уважаемый». Если содержит столбик пол женский или «АЯ», аббревиатурка иногда бывает прописана, то «Уважаемая». То есть, мы можем с вами еще и ворд заставлять добавлять какое-то приветственное прилагательное в зависимости от базы. Снова, от базы. Но это, да, за пределами нашего курса здесь основной смысл операции. На вкладке «Рассылки» вы будете действовать вот так. Слева направо, что соответствует технологии восприятия, чтения, линии, времени, хронологии. Слева направо. Первая кнопка. Начать слияние. Ну и если бы вы были бы у нас с почтовой программой, если бы все было здесь настроено, ваша учетка и так далее, вы бы выбрали сообщение электронной почты. Но в настоящее время я прошу вас выбрать письма, и это будет предусматривать локальный способ работы. То есть мы с вами увидим в итоге документ, в котором все эти письма будут. Выберите, пожалуйста, письма. Но они никуда не отправятся никому по почте. Так, выбрали. Начать слияние письма. Второй шаг. Человечки. Один в синем, другой в зеленом свитере. Открываем. Так. И снова, если бы у нас был бы Outlook, мы выбрали бы с вами выбрать из контактов Outlook, которые сами по себе уже являются базой. Но мы выбираем с вами использовать существующий список для того, чтобы эту базу указать. Открывается страшное окно, не обращайте на него внимания. Берем влево. Рабочий стол. Ссылочка. Папка Seminar Word. Открываем. Далее папка материала вебинара. Открываем. И указываем с вами пример базы, ну, один. Какая разница нет. Пример базы один или пример базы два действительно без разницы. Пусть будет пример базы один. Там меньше записи. Да. Открываем с вами базу. На этом этапе я предлагаю вам нажать кнопочку, хотя она сейчас не обязательно. В третью очередь нажмите на кнопку «Изменить список получателей». Так. Зачем вы это сделали? Во-первых, вы убедились в том, что вы ее точно указали правильно. Во-вторых, вы можете здесь воспользоваться несложными средствами по фильтрации и сортировке записей. И кого-то убрать, кого-то останется. Ну, например, я здесь вижу, что у нас здесь две Светланы, два Сергея. Давайте мы как поступим, чтобы… И два Ивана. Давайте мы кого-нибудь, может быть, уберем. Пусть у нас только уникальные записи останутся. Например, Иванов Иван пусть останется, Петрова Светлана останется, Сергеев Сергей останется, Сидоров Петр оставит. А вот Светлана, Иван и Сергей повторно три последние галочки я убираю. У нас останутся в результате только оригинальные имена. Уникальные записи – это Иван, Светлана, Сергей и Петр. Ну, я это просто хочу показать. То есть это было делать не обязательно. Окей. Так. Затем, после этого действия мы с вами через стрелочку, аккуратненько можем с вами уже ближе к середине ленты найти для начала, и через стрелочку, так будет удобней, раскрыть поля слияния. Фактически, что это такое за поля слияния? Это заголовки вашей таблицы. Узнали? Это и есть шапочки вашей таблицы фамилии, имя, имя, имя. Да, то есть, да, вот эта шапка таблицы перешла сюда. Когда вы указали базу, это неизбежно случилось. И вы действуете так. Выбираете фамилия. Вот что у вас получается. Вот здесь вот. Видно? Добавьте пробел с клавиатуры, чтобы между фамилией и имени был пробел. Снова обращайтесь к этому списку, выбираете имя, тоже пробел, и выбираете отчество. После отчества пробела не надо. Давайте поставим восклицательный знак, например. Здравствуйте, фамилия, имя, отчество. Пока это выглядит так. Здравствуйте, фамилия, имя, отчество. Я, честно сказать, в работе использую только эту кнопку. Я ее понимаю, к ней отношусь очень неплохо. Хотя вкладка рассылки содержит такие способы работы, как блок адреса. Это используется в основном для конвертов. То есть, не под нашу тему. А также строка приветствия. Это строка, которая генерируется программой самостоятельно. Единственное, ее заслуга в том, что она прописывает слово «Здравствуйте». Но там столько заморочек, что, мне кажется, слово «Здравствуйте» проще написать самостоятельно от руки. Тем не менее, если вы соберете сдавать экзамен, и экзамен по Варду, я когда показывала свои статусы, это все было правда. То есть, эксперт по Варду, по Excel и по PowerPoint, простой экзамен. Есть такие экзамены, они сдаются. МОС, Microsoft Office специалисты, расшифровываются. Экзамен по Варду самый сложный, самый противный, самый ужасный экзамен. И мне не стыдно, из всего, да, и мне не стыдно сказать, что я сдала его только со второй попытки. Еле-еле-еле-еле-еле-еле наскребла необходимое количество баллов. Причем еще занималась по специальной литературе, которую купила на английском языке. Невозможный отвратительный экзамен. Причем Excel-эксперт раз и готова. Ну, то есть, без проблем. PowerPoint вообще с одной левой рукой, с одним закрытым глазом. Как говорится, еще 20 минут осталось. Я к чему это говорю, ребят? Если вы будете сдавать экзамен, эти команды обязательно участвуют в экзамене. Что вот это непонятная команда, что вот это. В нормальной же работе со слиянием, как правило, необходима только та кнопка, которую вы только что использовали. Очень простая очевидная кнопочка. Что мы делаем дальше? Нажмите на кнопку «Посмотреть результаты». Чтобы посмотреть результаты, да, больше другой цели здесь нет. Нажмите на эту кнопочку. И вы можете с помощью счетчика влево-вправо, влево-вправо, ну, наверное, влево, что-то вправо, промотать, посмотреть. Если наши четверо, ребят, Иван Иванович, Светлана Владимировна, Сергей Сергеевич, Петр Андреевич, должны быть. Всего четверо мы с вами оставляли. Так. Это кнопка «Предварительная работа». Она в целом-то даже и не нужна для получения окончательного результата. Но если есть ошибки, можно здесь их выявить. Окончательная команда по работе. Самое последнее. Найти и объединить. Нажмите, пожалуйста, на нее. Можно сразу все напечать. Если вы планируете отдельные письма, да, распечатать, все в конвертике, все будет красиво. Даже в наш электронный век получать письмо, наверное, интересно. Бумажное письмо. Отправить электронные сообщения, я понимаю, да, нужна вот эта команда. И с настроенной учеткой это так и работает. Секретари, которые посещают курс Word, часть 2, как раз-таки знакомы с этой процедурой. И они могут подтвердить, и не раз подтверждали, что все действительно работает с Outlook. И нам с вами за недоступностью Outlook и принтера остается нажать только одно. Изменить отдельные документы вы нажимаете на самое верхнее предложение. Далее вы нажимаете ОК. То есть вам все надо посмотреть. Все. ОК. И в итоге вы сейчас получите абсолютно новый Word документ. Называться этот документ будет письмо 1. Это результаты слияния. Это уже отдельный документ, в котором нет никаких полей слияния. В нем уже все сведено. На каждой страничке вы увидите обращение к конкретному человеку. Это уже все закончилось. Все закончилось. Здесь вы можете даже внести какие-то изменения. Это обычный текст. То есть мы с вами имеем новый документ. Причем старый документ тоже никуда не делся. Старый документ вот он. В отдельном окне находится. Его можно сохранить, закрыть. Это документ, в котором вы осуществляли слияние. Какую-то ошибку мне здесь выдает. А можно вопрос, если слился полностью документ без этих листов, значит, я неправильно сделал? То есть, а вы прокрутили, посмотрели? Да. Вы все записи вывели или только одну? Все записи вывели. Ну, значит, что-то сорвалось. Я даже сейчас посмотрю. Такой маленький перерыв будем делать. То есть, все письма должны быть у вас в таком вот виде видно. Минимум 4, четверо должно быть. Четверо. И результаты слияния все можно сохранить и закрыть. Результаты слияния можете сохранить к себе в качестве информации по нашему семинару. Можете сохранить. Ну, как результат нашего труда. Ну, а результаты слияния можно сохранить, закрыть. И я вам сейчас рекомендую малюсенькое упражнение сделать в рамках повтора. Я вам покажу, а вы сделайте. Вот так вот, наверное, будет интересно. Так. Я показываю. Ребят, вы делаете. Нет, нет, нет. Вы не делаете, вы смотрите. Я показываю, а потом вы поработаете 2 минуты самостоятельно, поскольку упражнение большего не заслуживает. Маленькая база под названием «Имена». Посмотрите на нее. Вот так она выглядит. Выглядит база интригующе, а именно. Столбик имя, столбик пожелания. Причем Жене пить меньше пива, а Миша всего наилучшего. Имя и пожелание. Крохотная база на 2 столбца. Это база под названием «Имена». Вы найдете ее в своей папке. Вторая часть – это открытка, с которой я и начинаю свою работу. То есть на базу можно даже не смотреть, можно ее сразу закрыть. Так, уважаемый, желаю. Вот в этом месте пробел, вот в этом месте пробел. Надо выполнить ряд шагов, чтобы напечатать всем открытки. А именно, начать слияние письма, выбрать получателей, использовать существующий список. Список – это та самая смешная база под названием «Имена». Вставить в поле слияния имя. Вставить в поле слияния, не забудьте перевести курсор по желанию. Посмотреть результаты. Убедитесь, что Васе – счастье. Коле, здоровье, Пете, денег, Женя, Миша – все указаны. И все. Изменить отдельные документы, закончить этот процесс. Открытки, распечатанные на большое количество людей. Все готово. Вот это надо в итоге получить. Крохотная база, плюс открытка. Хороший способ оптимизировать работу в офисе даже. Все сделано. Пробуем. Открываете. Открытку хотите, по-моему. А затем пойдет процесс на вкладке рассылки. И я хочу напомнить Вам суть процесса тем, что просто хочу Вам показать очередность действий. В презентации в учебной она у Вас будет, эта очередность? Но я здесь просто напишу, и вот прям все закончится. Смотрите. Действие первое. Приказ. Начать слияние. Действие второе. Указать базу. Действие третье. Вставить поля слияния. Действие четвертое. Необязательно посмотреть результаты. Действие пятое. Найти и объединить. Слева направо. Двигайтесь. Уточняйте. А это в пользу как письма. 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 Сообщение электронной почты Вы можете, конечно, выбрать, но Вам это ничего не даст, кроме того, что у Вас разметка документа поменялась. Помните? На весь экран стало, да. Даша, по умолчанию у нас обычно электронно хочется, да, на весь экран идет. Угу. Поэтому, наверное, так и сделано. Да, да, да. Но здесь мы просто к недоступу не имеем, поэтому она так и остается как-то в государстве. Да. Угу. Да. Мы должны дойти до документа на рабочий стол. Ссылочек следует. Нет, все будет хорошо. Зря бы убежали. Выбрать получателя, используя существующий список. Мы должны просто дойти до нашей бабки. Иногда потихонечку рабочий стол. Да, на рабочий стол и пошатого мышца. Ага, обращаемся к нашей рабочей папочке. Вот, углубляемся в материалы. Имена. 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 Это ваш второй шаг. Далее, вам надо имя сюда, пожелание сюда. Итак, вставить в поля слияния ваш следующий шаг, вы не забудете правильно выбирать позиции курсора. В двух местах. Вверх нижней строки и в нижней строки. Как такое открытка? Кстати, в шаблонах, если в меню файл зайти пошарить, в меню файл создать предоставляет большое количество шаблонов, вы найдете гораздо более симпатичные вещи. Если напечатать там в поле поиска открытка, это довольно-таки такой старенький элемент. Вот. Подложка здесь создается через команду настраиваемая подложка. Рисунок выбирается, сам рисунок выбирается, масштаб его уточняется по вкусу. Хотя этот рисунок, мне кажется, был вставлен не через подложку, да, а через колонтитулы его сюда засунули. Извращение какое. Но можно и так какое. Можно и в колонтитулы его помещать. Документ слияния можно сохранить, как результат. Вашу рабочую папочку. А можно и не сохранить. Это всего лишь результат по слиянию. Можно закрыть. Ну что ж, уважаемые слушатели, мы сейчас будем работать с самым последним видом полей в программе Word. Это поля свойств. Еще в начале нашей сегодняшней встречи я сказала о том, что поля свойств у нас есть зависимые и независимые. Зависимые поля свойств у нас отталкиваются от свойств документа, такие как статистика по словам, по страницам. Независимые поля человек может задавать самостоятельно, действовать через интерфейс программы Word, либо через правую клавишу мыши. И, собственно, свойства у каждого документа можно задавать самостоятельно. У любого документа вообще. Мы с вами собираемся использовать некоторые свойства программы для того, чтобы создать колонн-титулы. И это будет интересная и увлекательная процедура. Я прошу вас открыть документ под названием колонн-титул-1. Колонн-титул-1. Подобный документ. Вашка устала. Да. Идея с ним есть. Не была. Был хороший. Хорошая миссия. Спасибо за совет. Кстати, если в документе находятся настоящие заголовки, это структурные стили, то у меня к вам есть рекомендация включить специальную область навигации, которая помогает более выгодно и быстро перемещаться по документу. Это на вкладке вид. Если вы пройдете, вы можете поставить галку область навигации. Эта галочка ставится на вкладке вид, и тогда вы сможете бегать по документу быстрее туда-сюда. Вкладка вид и галочка, флажочек. Вот. Видно? Просто нажимая на эти слова в области навигации у вас осуществляется крутая навигация. Но это только если к документу применены стили, заголовки, структурные стили, заголовки первого, второго, третьего и так далее. Давайте поднимемся с вами на самый-самый верх. И посмотрим, есть ли у этого документа свойства, помимо того, что здесь есть явно стилевые заголовки. А это тоже можно отнестись к свойствам документа. Зайдите, пожалуйста, в меню файл. И давайте посмотрим на пункте сведения. Представление backstage справа у нас разворачивается. И мы с вами видим, что мы с вами видим? Мы с вами видим, ла-ла-ла, пустое поле названия. Есть такое? Пустое поле автора. Но с автором не все так просто. Например, начиная с 13-й версии программы появилась такая штука, как учетная запись. Видно ее вот тут слева? Пользователю начали предлагаться необычные способы сохранения на облаке в облачном пространстве, которое называлось то ли OpenDrive, то ли SkyDrive. Они даже судились за это дело. А, OneDrive, по-моему. На этом они как раз и остановились. То есть, если человек зарегистрировался у тебя в программе, то он приобретает дополнительное облачное пространство. В смысле, это бесплатно дается, можно расширяться. И в этом облаке можно держать свои документы. Все это бесплатно при условии регистрации. И в таком случае человек, создающий за данным компьютером документы, автоматически как бы имеет на них авторство. Но если вход в учетную запись не сделан, тогда автор у вас задается либо через вот такую книжку, задается автор, либо задается автор через настроенную программу, через пункт параметры. В любом случае, мы сегодня с вами с авторством связываться не будем, поскольку это все-таки зависит от того, в каких отношениях вы находитесь со своей учетной записью. Имя у нас будет мертвое, а все остальное будет живое. Так. Дарья, если звук слетел, наверное, надо попробовать перезагрузиться. Уважаемые слушатели вебинара, у вас как со звуком? Моя вина или что-то... Так, у меня звук идет. Раз, раз, раз. Да, Андрей, слышу. Вы говорите, подтверждаете, есть звук. Отлично. Тогда, Дарья, перезагрузитесь, пожалуйста. Так. Нажмите, пожалуйста, на кнопку «Показать все свойства» тут внизу. Нажали на кнопочку «Показать все свойства». Смотрим, чтобы такого добавить. Предлагаю добавить название. Щелкаем с вами в название. Вот в это место. В поле названия. И давайте добавим название следующее. Трамп-то там, так, чтобы это у нас были. Придумайте название. Путешествие. Путешествие. Путешествие или ВИА. Путешествие. Подтверждаем клавишей Enter, хотя и не обязательно. Так. Организация. Давайте щелкнем с вами в поле организация. Специалист. Это я или не пишу. Специалист. И достаточно. Можно писать полностью. Специалист. МГТУ имени Баумана. А. Э. Баумана. Специалист. Достаточно. Клайш Enter. Обязательно нажмите после. Специалист travel. Андрей. Греатив. Да. Пошел. Обязательно нажимаем с вами на команду «Сохранить», чтобы у нас свойства документа были сохранены. Я также люблю для порядка даже перезапустить документ. То есть есть маленькое недоверие все равно к документу. То есть, как правило, при заполнении свойств я не могу объяснить эти действия. Из раздела Underground. Как бы сохраняю, закрываю и снова открываю, чтобы убедиться, а все ли в порядке. Заглянуть снова в меню «Файл» и увидеть, что да, все в порядке. Показать все свойства. Не слетел специалист? О, смотрите-ка, организация слетела. А почему? Почему ты слетел? От чего это может зависеть? У меня организация слетела. Как у вас дела? Вот это поле. Организация? Да. Не могу даже сказать, с чем это. А, это потому что не travel, сказал Андрей. Ну, тоже слетела. Ну, значит, 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 здесь с организацией не так все просто. Название есть, организации нет. Печально. Печально. Так. А как я тогда назначу организацию? Попробуем, попробуем, вот как-то без варда обойтись попробуем. А если так? Под конем. Так. Извини, не слышь. Сейчас попробуем вот так печатать организацию. Из регистрации продукта я согласна, но, Андрей, надо же пытаться обойти эти моменты. Попробуем в обход пойти, ребят? Закройте программу Word. Закройте программу Word и по документу правой клавишей мыши команда «Свойства» подробно вводите насильно. Ну, или не связывайтесь, как хотите. Это всего лишь поле для заполнения. Следующий герой после его обхода. Да. 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 Название осталось? Название осталось. Название подтягивается часто от первой фразы в документе. Это та часть, которую можно 100% вводить. Итак, открываем с вами снова файлик калантиту. Так. Я еще раз хочу посмотреть. О, все прописалось. Назилие. Иногда все-таки к месту. Так. Затем я прошу вас сделать по области калантитула. То есть вот здесь на поле. Двойной щелчок мыши. Двойной клик, пожалуйста. Крайне удобная работа с калантитулами у нас будет происходить, если мы с вами сюда вставим таблицу. Выполните, пожалуйста, на вкладке «Вставка» команду «Таблицы». И вот так. Три столбца, одна строка. Вот такой выбор. Удобнейшее вместилище. Я думаю, многие, кто работал с калантитулами в этом признаются, что используют таблицу именно в качестве калантитульной основы. Выбирайте. Таблица, одна строка, три столбца. Выбрали. То есть в первой клеточке у вас будет располагаться одно поле, во второй клеточке будет второе поле, в третьей клеточке третье поле будет располагаться. Устанавливаем с вами курсор в первую клеточку. Собственно, вы можете сделать таблицу невидимой потом. Потом. Ну, пока пусть она будет у нас видна. Работая в первой клетке таблицы, в первой ячейке таблицы, я собираюсь вставить свойства документа. Вообще, команда дублируется в нескольких местах программы, но чтобы мы с вами не прилипли сильно к калантитулам, поскольку речь может идти именно о титульном листе, например, где только нельзя их использовать, я рекомендую вам пройти сейчас на вкладку «Вставка», где находится универсальное место расположения команды. Вкладка «Вставка», пожалуйста. На вкладке «Вставка» мы с вами обращаемся к маленькой-маленькой кнопочке. Выглядит она дурацки и вообще-то как-то даже не произносится, столько говоря. Называется она «Посмотреть экспресс-блоки», если я не ошибаюсь. Надо вот по группе тогда смотреть. Вкладка «Вставка» группа «Внизу текст» называется. А кнопочка, маленькая-маленькая такая кнопка, называется «Посмотреть экспресс-блоки». Так, у вас есть готовые свойства документа. Пользоваться ими можно легко и приятно, открываются они следующим образом. Там находятся наиболее популярные поля, они так и называются, свойства документа, где вы можете хоп и сразу схватить название. Можно? Есть такое? Свойство документа, название. Должно быть, должно быть, ищите. А, кстати, путешествие прописалось туда? А, чудненько, чудненько. Так, название путешествия прописалось, это нас радует. Щелкаем с вами дальше в центральную колоночку. Советую «Контрол-Е» нажать на клавиатуре, английское «Е» я имею в виду, вот, чтобы произошло выравнивание по центру. Курсор по центру встал клетки? Ну, такого, видимо, действия нет. Здесь будет находиться у нас другое поле. Давайте посмотрим, что у нас еще. Свойства документа, которые называются... Организацию возьмем? Организацию. Сразу должен, по идее, прописаться специалист, если мы с вами организацию заполняли, да, и специалист должен прописаться. И щелкаем с вами в последнюю клеточку. Андрей меня спрашивает, почему у меня подсказки английские. Здесь, видимо, Андрей произошел какой-то знаменитый рукожоп, извините. То есть кто-то покопался в настройках программы и сделал что-то по-своему. Я тут ни при чем. Я бы даже, если бы захотела бы, наверное, мне это в голову не пришло. «Контрол-Р» от слова «Райт». Сделайте на клавиатуре, чтобы курсор установился вправо. Так, замучила вас, да, уже этим. И давайте снова обратимся к кнопочке. Тут будет все особенно. То есть я закончила со стандартными свойствами документа, мне они все, приелись, приелись, надоело. Ну, понятно, взяли, доработаем. Мне интересно. Я прошу вас пройти еще ниже в таинственную команду «Поле». Нажимаем. Вот такая красота. Так, категорию, разворачивай. Так, вот ваша категория. Как вы думаете, что из этого будет похоже, какая из этих категорий может содержать понятие «заголовок первого уровня»? Заголовок первого уровня? Да. Заголовок первого уровня вообще к чему относится? Ну, к тому. Способ оформления структурирования документов. О документе. О документе нет. Это такая нейтральная совсем информация будет. Да. А вот то, что… Связи и ссылки? Связи и ссылки. Выбираем с вами. Связи и ссылки. Я… Это к тому, что многие вещи иногда интуитивно надо понять, в какую категорию идти. Поскольку в общем списке видно, как это выглядит? В общем списке все на английском языке не очень понятно. Лучше сначала забрести в какую-то определенную категорию связи и ссылки, советую. Затем, уже не будем гадать, вам нужен самый последний стиль, вернее не стиль, а самое последнее поле, которое называется стайл. Ну, то есть само понятие структурные заголовки, заголовки первого, второго, третьего уровня, относятся к стилям. Мы ставим ключевое слово, стайл. И далее вы уже увидите заголовок один. Нашли? Имя стиля. Окей. Окей. Республика Башкортостан прописалась? Да. Заголовок один, если мы туда поставили. Прописалась слова, а не слова. А значит вы просто чуть ниже на… Да, слова. Все, все, все классно, на самом деле, все классно. Да, все будет прописано. Только давайте мы с вами закончим колландитул и так. Выделите, пожалуйста, всю табличку. Вот здесь управляющий значок, вот по нему надо щелкать. Выделим с вами всю табличку. И я советую пройти на вкладочку «Конструктор», выбрать на вкладке «Конструктор» команду «Граница», границы. У меня здесь ломанный немножко интерфейс. На вкладке «Конструктор» у вас будет команда «Границы» справа находиться. Вкладка «Конструктор» команда «Границы» и выбрать «Нет границ», чтобы не рисовались они у вас, чтобы не было их видно. Таблица есть, а границ нет. Но это еще не все. Подождите. То, что вы такой колландитул получили в одном документе, я считаю, что это классно. Но мне кажется, надо сделать это прямо-таки сейчас суперклассно. Вы выделяете эту табличку целиком. И это же верхний колландитул, да, по сути? Вы сейчас этот верхний колландитул сделаете многоразовым. По крайней мере, за текущим компьютером. Вы этот документ в любом случае себе сохраните, унесете его к себе домой. Вот вы дома его у себя откроете и сделаете то же самое, что и я сейчас. Это выходит за программу нашего общения сегодняшнего, но я хочу показать. На вкладке «Вставка» вы разворачиваете команду «Верхний колландитул». Вы эту команду найдете где-то справа. При этом ваша табличка выделена. Выделена же, да? Вкладка «Вставка» «Команда «Верхний колландитул». И дальше ничего страшного здесь. Сохраните выделенный фрагмент «Бла-бла-бла» в коллекцию «Верхний колландитул». Будет такое предложение, нажимаем с вами на него. Есть, да? Откроется подобное окошко, в котором вы можете написать колландитул. Колландитул «Мой» или колландитул «С полями». Что-то вроде этого. То, что вы делаете сейчас, называется сохранение стандартного блока. Или «Билдинг-бокс» использует программа. Такое словосочетание. Вы можете создавать и сохранять свои собственные колландитулы, титульные листы, таблицы, надписи. И у вас как бы шаблон, ну, скажем так, загрязняется. Шаблон «Борда» за текущим компьютером. Но это хороший колландитул. Пусть живет. Что мы делаем дальше? Сейчас очень важно сохранить документ. Сохраните для души. Закрывайте документ. Закрывайте документ. И обязательно сохраните. И посмотрите, пожалуйста, на следующее окошко. Видно вот такое? Не торопитесь. Были изменены стили, стандартные блоги и так далее, и так далее, и так далее. Вам сохранить изменения в «Билдинг-бокс»? Обязательно нажмите на кнопку «Сохранить». Что дальше? Ребят, вы все сохранили, все закрыли, все произошло правильно, корректно. Вы открываете колландитулы 2. Вы открываете колландитулы 2. Давайте для начала посмотрим, содержит ли этот документ какие-нибудь свойства. Ничего страшного, Марина. Вы заходите в меню «Файл», пожалуйста. В меню «Файл» вы должны видеть название «Работа в офисе». Так? Я просто его заранее напечатала дома. Вот оно. В меню «Файл» название «Работа в офисе». Не помню, есть ли у нас там организация. Организацию, по-моему, я не указывала. Да, имя организации не указано. Ну и ладно. У нас с вами есть название. На этом будем играть. Вернитесь, пожалуйста, в «Эскейп», ну или как-нибудь в нормальный интерфейс. Сейчас мы сюда вставим колландитул. Колландитул на вкладке «Вставка». Вкладка «Вставка», «Верхний колландитул». Позиция курсора на момент выполнения процедуры не важна. Вкладка «Вставка», «Команда верхний промотайте». Промотайте, пожалуйста, что есть. Ваше все полезное всегда внизу находится. Есть? Нажмите на ваш колландитул, он будет внизу отражаться. В самом-самом низу колландитул с полями. Так. Почему-то он у меня вставился без… вернее, с границами почему-то вставился. Нет границы. Глюк маленький. Так. Организация у меня не прописана, потому как, да, здесь не прописана организация. Но название главы «Контактная информация» есть, название файла «Работа в офисе» есть. Если я перехожу на следующие странички, я уже вижу, что у меня прописана глава «Оборудование». Кстати, если у вас область «Навигация» открыта, вы можете свернуть здесь все до глав первого порядка. «Контактная информация, оборудование, погрузка, учет» – раз, два, три, четыре. И вы можете как раз и ориентироваться на то, как у вас меняется глава первого порядка в заголовке. То есть перехожу на «Погрузку» и у вас меняется колландитул на «Погрузку». Отображаю. Ага, меняется. Перехожу на «Учет», меняется на «Учет». Организация везде пустая, поскольку не прописана «Работа в офисе». Это название файла, которое везде у нас… Да, название этого документа, которое везде прописано одинаково. Есть такой вывод, да? Навигация у нас об этом, я еще забыл. У нас не находится. «Вид» – область навигации. Она же включается «Ctrl-F», слово «Find» на клавиатуре. Правда, открывается там на поиске, но переключиться может там три разделчика. Сандартная команда для всех программ. Да, да, для всех приложений пакета «Офис». Для всех программ такая, везде действия. Ну, везде. Очень страшно после восьми лет работы специалиста что-то однозначно утверждать. Потому как, может быть, не везде. Да, я по этой причине очень редко говорю «да» или «нет». Вот, я говорю «возможно», в большинстве случаев, очень так аккуратно, нейтрально, нейтрально, но иногда что-то советую от себя, лично ссылаясь на опыт. Мы с вами на этом заканчиваем. Естественно, всем спасибо, всем спасибо, всем спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!